Играет музыка А, пояса я раздаю друзьям А, кстати, у меня с этим СССР были прикольные темы На чемпионате Рима, когда напряжёнка началась везде И с Украины, и так далее, эти скорбные события И Россию стали воспринимать как-то так агрессивно Особенно в контексте СССР Это такой реваншизм, возврат к империи советской Я это всегда делал, объясню У меня есть объяснение, почему у меня на поясе, на соревновательном Была вышивка СССР Я ребёнок из семьи инженеров Это чуть не ругательное слово было в советское время У меня никогда не было каких-то колоссальных финансовых возможностей Я пришёл в Дом пионеров И бесплатно занимался там Проявился более-менее прилично Стал заниматься в спортивной группе Потом присоединился уже к команде ФСК Персей Группе занимающихся детей Нам тогда помогали заниматься Нам доставали за какие-то грошики Мы платили какую-то вот эту федерацию Или куда-то там вот эту квитанцию По-моему раз в год Она была настолько копеечной, что никто её не замечал А сейчас маме, чтобы отдать ребёнка заниматься спортом Нужно там за одного-двух детей Выложить кругленькую сумму в месяц То есть возможности стало гораздо меньше И я благодарен Не всё было гладко в то время Не всё было гладко в той стране Я не нахваливаю Я не отношу себя к людям Которых назад было в СССР Как было хорошо Да нифига Но вот в этом контексте Я родился в той стране И я был благодарен тем возможностям Которые у меня появились Вот поэтому я сделал Такую вот немножко выпендрёжную надпись СССР Но я потом всем говорил, что это СССР Поэтому они не знают, что это такое Но поляки, например, знают, что это такое Как ни странно, с ребятами оппонентами Поляками, мужиками Я дружу Я говорю, брутальные виды, всё-таки дикие Но они мне нравятся И я как-то... Они ко мне симпатии какой-то проникшие Это не враньё У меня там десяток друзей из Польши ПБЖ, которые сильные спортсмены И у нас отличные отношения Но вот одна девушка Она и реферивая БДЖФ, и спортсменка Очень приличная Она меня за что-то не взлюбила Ну, не понравились мы друг другу Хорошо И вещь меня за одно, за другое У меня какие-то делала замечания Вещь какие-то гнобила И на одних соревнованиях Вот этот мой друг, итальянец Его ещё зовут Бруно Иван Томасетти Его всегда зовут Иван То есть он ещё Иван Он в какой-то момент подбегает ко мне Говорит, Миш, Миш, мы идём с разных концов этой Турнирной сетки брекета Дай мне свой пояс Я говорю, зачем тебе аж был? Да у меня, говорит, этот красного цвета Вот этот бэнд Меня не пропускает Гичекин Сказали, ты давай ещё ещё что-нибудь там придумай Грейси нашёлся Ну он снял этот пояс У него другого не было Я ему даю свой Он заматывает Всё нормально Он выходит, борется Он там всех месит довольно быстро Ему поднимают руку И тут эта Илена Замечает, что у него на поясе тоже написано СССР И она ему начинает определять Это что за хрень Это что за хрень Фашистская символика Фашистская символика Фашистская символика Фашистская символика Вообще А он растерян Он вообще не понимает, что за аббревиатуру Сипит Что за хрень И он мне там Я оруюсь за гражданин Вот они русские Повсюду Еще скоро танки везде будут Вот и так далее Вот этот пояс у меня уже тогда, видите, вызывал немножко Какой-то эдисенкразию у некоторых граждан Вот этой странной польской девочки Я даже к следующему разу закупил флаг советский И повязку дружинника И пионерский галстук Положил их в сумку И на соревнованиях Не, не, не Просто в суматохе Я забыл их взять тогда на соревнованиях Чтобы на подиуме стоять еще с этим Специально для нее Я хотел ее тагнуть просто в этой фотографии У него вообще пукан провалом Но я забыл это сделать Потом это делать было уже как-то не мог Как дурак теперь обладатель советского флага Пионерского галстука И повязки дружинника Ну, уже могу вырядиться, конечно, здорово А почему на черном поясе не выступил СССР? А еще просто руки не дошли Я сделаю обязательно, да Себе соревновать на черный поясок Слушайте, надо справедливости ради Я впервые выступил по черным поясам Вот только недавно В июне на British National Да, это был мой дебют по черным поясам Ну, я не оправдываюсь Это и вопрос организационный И травм, и так далее То есть, что я начал не сразу по черным поясам выступать Ну, кто-то приписывает, что, может, я там струхнул Ну, как-то, а потом резко не струхнул Вдруг что-то Нет, дело не в этом Просто организационно То, что я потерял возможность тренироваться в команде Ну, вот, где мы занимались у Криштов Ну, это, помимо... Ну, это же многогранная была проблема Этот конфликт Я никого здесь сейчас не виню Ну, просто негативной составляющей, в частности, для меня Стало, что я потерял изначально возможность коллектива Где я на регулярной основе каждый день практически занимался джиу-джитсу У меня, естественно, начался спад Травмы какие-то проявились на фоне спада Обычно травматика вся вылезает В очередной раз где-то я хрумкнул Одной ножкой, другой И вот, в конечном счете, я смог себя собрать более-менее в Бритиш Нейшнлс Ну, я очень сейчас настроен выступить на чемпионате Европы в БДЖФ Тем более, у меня есть такие веселые подозрения, что это будет последний чемпионат Европы, где будут мастера Потому что они же сделали отдельный турнир для этого И это правильно, потому что, извините, 7 дней на соревнования, как они это уже анонсируют Это абсурд Ну, я буду выступать Ну, может быть, я рисковану когда-нибудь получить, отхватить на чемпионате Европы от молодежи Ну, просто это я сейчас хорохорюсь у себя на третьем этаже А когда смотришь на кого-нибудь типа Джексона Суза, думаешь, а, черт, не пойду я, пожалуй Ну, хотя, на самом деле, я в этот раз, у меня есть люди интересные в Мастерс Дивижн Например, я боролся с Луисом Серджио Де Сантосом в полуфинале Абсолютке Интересно Вот человек получил черный пояс, наверное, тогда, когда я только получил синий И я ощутил вот эту борьбу с человеком, чей опыт превосходит мой, ну, в существенной степени То есть, он столько времени занимается бразильским джурджитсом, сколько бразильским джурджитсом, сколько вообще, мне даже не снилось И вот это очень хорошее преимущество дивизионных черных поясов, когда ты иногда выходишь на человека, который делать не в полосочках у него на полусе Просто в колоссальном опыте соревновательном, который у него за плечами И если в дивизионах синий, фиолетовый, коричневый, ты так или иначе сталкиваешься с ребятами, которые, ну, плюс-минус год, да, здесь Все примерно одно и то же время затратили на то, чтобы туда попасть, за вычетом каких-то феноменов, которые можно, как ни сейчас, в случае рассмотреть А вот в черных поясах очень прикольно, может получиться, выходишь, опа Человек, про которого ты читал в Грэйси Мэгазин, будучи белым поясом, да, там, он идет с тобой бороться и думаешь, а, ну, отлично Привет Ну, отборюсь на Европе, если получится, ну, а дальше уже буду выбирать Мне просто еще удобен этот турнир, потому что он в конце января, очень приятно окунуться в тепленькую, по нашим меркам, погодку в Португалии Приезжаешь там, 16-17 градусов, кайфово вообще И мне нравилось провести там несколько дней Ну, это просто было как маленькие каникулы Похмелье к этому моменту уже проходит, в целом, да, кстати, похмелье проходит к этому времени Но я себя держу в руках, CH5H не очень здорово помогает готовиться к соревнованиям Но на самом деле тоже, с другой стороны, его роль сильно преувеличена, негативная в том числе Мне кажется, что во всем просто надо знать меру, как и в диете, как и в каких-то развлечениях Мне кажется, если просто жрать полезную еду тоннами к соревнованиям Придешь, как колобок обожравшийся Полезный колобок Полезный такой есть органик Ну, поэтому здесь все это как-то должно... Ну, новогоднее, а на самом деле, Новый год уже настолько превращается в праздник, мне кажется, у всех, не такой буйный Ну, это праздник детей, это... Да, совершенно верно И когда мы становимся родителями, да, то... Это раньше, когда мы были детьми, это у нас был пережор вообще, сидение до глубокой ночи И потом еще недели веселухи То сейчас это скорее просто такая передышка от работы, от школы Ну, в том, что, ну, тренироваться, ну, все начинают чуть-то там нету Первого-второго числа оголтелые, как Стас первого Но фанатики... За остальные второго За остальные второго За все остальные второго Поэтому Новый год мне как-то не охотится Ну, все нормально Так что, как-то так Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!